Было арестовано где-то больше, чем тысячи активистов, которые вышли выказать протест за то, что Лукашенко фальсиковал выборы. Были арестованы все, а мальчо все, оппозиционные кандидаты в президенты. И в ту же ночью они трапили в следственный изолятор КДБ. То есть Лукашенко и его режим растоптали право людей белорусских робить свой выбор, выбирать в ладу. И он закрепил черговые шесть, сколько год, что он застанется, и этот режим будет без сменов. Так само в праздник который час были вынесены приговоры судебные. Больше, чем сорока активистов, включающих кандидатов в президенты, таких как Санников, Статкевич и других. И активистов их штабов, и они отримали добрые сроки, туремные, по шесть, по шесть с половиной годом, по пять, по четыре, кто как. Вот. И потом под тиском международной супольности частки этих полигразнях были вызвалины. Но те, кто действительно является погрозой к существованию режима, это такие, как Микола Статкевич, Андрей Санников, Змитрий Бондаренко и другие, и другие, и другие, и они застаются в турме. И режимов было даже и этого мало. И они, вместо того, как этих людей хотя бы покинуть в турме, не чопать, и они протягивают тиск на их, и они потребуют от них, как ты написали повинную до господара у двух косях, и как они признали някую вину, якой там нема. Как вы понимаете, они занимались просто политической деятельностью и выказывали волю меркования великой количества белорусского народа, а за это отримали тюремные сроки, погрозы у адрес их семей. И вы бачите, что тут отмывается. Хотя бы так само сказать про то, что отбылось обошлым часом. Мы ведаем, что в относинах до Андрея Санникова, я лечу головного кандидата оппозиционного, было бы ужиты черговые такие речи, как бы его изолюют, изоливали, не давали спотканья с женкой, с семьей, не допускали адвоката долгий час. Как бы можно лечить, что это заправные катаванни были, служиты супертияго. Его этапировали в шмат, яких прогнали про некольки колоний, прогнали про стурмы. Не дозволяли никакой информации выйти наружу, не пускали до его письма, от его письма не приходили. И вот не так давно его женка отрымалась спотканья с ним. На спотканья он не мог ей ничего рассказать, а когда спотканья закончилась, он показал ей некую записку, на которой пишет, что его житель находится в великой небоспеке. И тому, я думаю, что мы тут все собрались, как его, его семью подтримать, и остатник плитвязни, выказать нашу расшучий протест против того, что там отбывается войс. Так само вы ведаете, что отбылось с Николой Статкевичем, так само. И он, сирот кандидата в президенты, был один из самых ярых противников, те оппоненты Лукашенко. И он открыто и телебатчине казал, что он думает, что Лукашенко собесказал свободу, гроши и все остальное колоносского народа. И вы бачите, что отбывается с Саткевичем, Лукашенко за это ему сплачивает. И он отрымал пять год колонии, и тысяча половых год колонии, а его там у колонии начали прессовать, и отрымалось, что его зараз накировали по расшению суда, какого-то мясцого, где эта колония в школе была, укрытую турбу. И что это такое? Это человек остатки срок, три годы, по-моему, будет сидеть у, не обовязково одиночной камеры, но будет весь срок три годы отбывать у камеры, вместо того, как находиться у колонии. Это вельми тяжкое выпрабывание. И я думаю, так само мы повинны выказать шучий протест, суббек того, что там отбывается, и подтримать Миколу и его семью. Так само вы ведаете, что отбывается со Змитером Бондаренко, это один из активистов компании Санникова. Он перенес тяжкую хворобу и хворы до сегодняшнего дня. Ему в турме была сделана операция, трошки да поморщи, але вы ведаете, какие умовы в белорусских турмах. И не лечено то, что он в таким тяжким стане находится, не так давно мы доведались, что его начали заставлять працавать у колонии, забрали палку, с которой он ходил. И вот такие речи отбываются. Я так само думаю, что мы выкажем сегодня наше расшучение супразделя этого и подтримаем белорусские поликлипиады. Так само у турмах находится шеф Шмакхто. Я думаю, шмак, можно сказать так само про Олесю Беляцкого, який изначалювал Международный правооборонный центр Весна, який шмат год оказывал правовую допомогу тем, кто смогался и страдал от режима. И он так само был осуджен и зараз. Так что проблем вельми шмак. Я так само рад, что мы сегодня тут собрались как подтримать полизневоленных и огульную демократизацию в Беларуси. И я думаю, что навык тут мы можем довольно шмат заработать. Мы можем и мы попробуем сегодня принять зворот президента Обамы и госсекретаря Хиллари Клинтон, как вы все подтримаете. Я думаю, зараз Женя в этот зворот, який мы пропонуем, прочитает. Я хочу сказать. Это привязково. Продолжение следует...